Привет, друзья! Вы на канале Крис Сан. Я Кристина. Сегодня я снимаю для вас влог. Это первый влог у меня после дня рождения. Если вы не видели влог с дня рождения, то ссылка будет под этим роликом, а также где-нибудь вот здесь наверху. Так что заглядывайте там. Мне понравился этот влог. Я его сама смотрела, наверное, раза три. Так что смотрите, приглашаю. Что у нас сегодня на повестке дня? На повестке дня сегодня ночь искусств. Пойду посещу библиотеку, посмотрю, что да как. Вообще первый раз иду на ночь искусств. И если еще будет работать художественная школа, то еще туда заскочу. Посмотрю, что там интересного представлено. Вообще первый раз иду на это мероприятие. Ну, думаю, что я сниму отдельный влог, либо сниму какие-то кусочки. Если их будет очень уж мало, то я их вставлю в этот влог. Если их будет достаточно для полноценного ролика, то можете ждать его на канале. Но сегодня я вообще планировала рассказать вам немножко про фотосессии, про фотографию, мое отношение к ним. И перед тем, как я к ним перейду, хочу вам показать свою посылку. Я заказала себе стикеры. Сейчас я вам их покажу. Они очень клевые. Ну, во-первых, они пришли мне вот в таком конверте, у которого внутри пупырчатая прослойка. Представляете? Это просто стикеры. И внутри конверта прослойка. Вот этот конвертик лежал внутри этого конверта. Он огромный, реально. Это у меня посылка от Дома Старцевых. Наклейки, стикеры для ведения ежедневника. Здесь я уже сняла себе марки. В свой уничтожь меня. У меня там коллекция уже достаточно большая. Это у меня шел конвертик с Вологодской области. Заказным письмом приходит. Ссылку на сайт этот я вам обязательно оставлю. Потому что он нереально крутой. И я там себе сделаю однозначно повторный заказ. Просто вот нереально. Вот просто суперский сайт. Обязательно заглядывайте. Внутри я получила вот такой крафтовый конвертик. И была просто в восторге. Это значит, как документы в американских фильмах. Передают в подобных. Очень классно. И сзади вот такая милота. Это наклейка. Спасибо за покупку. Дом старцевых. Но она классная. У меня слов нету. Как они подошли к упаковке. Классно. И еще, кстати, с заказом была накладная. И все, что я вам сегодня покажу. Это я заказала себе на 600 рублей. Ну и доставка с заказным письмом по России у нас 50 рублей. Так что все вот это обошлось в 650 рублей. Давайте я вам покажу эти милости и приятности. Заказала себе несколько маленьких наклеечек стикеров. Это не наклейки. Это стикеры. Средненьких и несколько больших. Сейчас я просто не подготовилась. Ничего не разделила. В общем, я сделала заказ. И по-моему, два набора стикеров не оказалось на складе. Со мной связались. И написали, что нет моих стикеров в наличии. Поэтому я сказала, сами замените. Пусть это будет для меня сюрпризом. На ваш вкус и цвет. И мне положили два других наборчика. Но, если честно, я забыла, какие я заказывала, а какие мне положили. Давайте начнем с маленьких. Для ежедневника я себе заказала маленький наборчик с цифрами. На каждой звездочке изображены цифры. Здесь их 31. Как день. В общем, это, видимо, календарь. Будем использовать галочки. Это для выполненных дел, для выполненных целей. Чтобы все выглядело намного краше и красивее. Дальше я заказала два. Почему-то набор. Я думала, что я один заказала. Но оказалось два. В накладной тоже написано два. Но они прикольные. Это у меня номер 20. Делай день прозрачные стикеры. До этого были делай день стикеры иконки. И стикеры с датами. Набор стикеров, где у нас изображены вот эта вот хлопушка киношная. Но это чтобы отмечать, когда я снимаю какой ролик. Просто понравились мне вот эти цветочки в горшочках. Я решила их взять. Ну и последнее. Это тоже стикеры с датами. Они с ананасиками. Это, кстати, 13. С цветочками тоже 13. А это стикеры с иллюстрацией номер 13. Вот этот вот прозрачные иконки номер 18 с хлопушкой. И прозрачные стикеры это номер 2. Смотрите, сколько я заказала себе средних. Я вообще заказала себе кучу. Я думаю, что это очень бюджетный сайт. Там можно вообще себе столько всего заказать. От 20 до 60 рублей стоит. Там, по-моему, даже есть целые развороты для ежедневника. Но они, конечно же, стоят дороже. Я заказала себе стикеры с календарем номер 6 на 2017 год. Думала, будет больше. Но я никогда размер не смотрю. В принципе, вот такая вот малютка пришла. Мне все пригодится. Далее заказала себе стикеры для записи. Они тоже маленькие капельки. Это как точечки. Я буду что-то важное очень обозначать ими. И это у меня номер 16.1. Помогаем паковать подарочные этикетки номер 5. Здесь я буду использовать для подарков. Не для упаковки, а для подарков. Буду складывать и подписывать вот этой вот надписью. Приклеивать. Дальше стикеры с иллюстрациями номер 8. Стикеры с иллюстрациями номер 14. Они просто очень красивые. Они со сладостями. Я не смогла устоять выбрать какой-то один. И блин, они очень клевые. Ну, вы посмотрите, они просто очень клевые. И последнее, что я заказала, это три штучки больших стикеров. Стикеры с фразами номер 3. Это фразы, прям нереально мотивирующие. Например, доведи дело до конца. Какой чудесный день. Ой, все, изображена лисичка забавная. Люби эту жизнь, это хорошо, отлично, верь в себя. Невозможно, возможно, невозможно, если сильно захотеть. И так далее. Дальше это прозрачные стикеры номер 10. И они мне понравились больше всего. Они классные. Здесь столько всего. Здесь всякие надписи, картинки, очки, телефон, стрелки, надписи. Я люблю планировать, заметка, не забыть, дзинь-дзинь. В общем, классные. И последнее, это стикеры номер 4. Вот их мне точно положили как бы на замену. Остальное не помню. Мне кажется, с любовью тоже это на замену положили. В общем, положили на замену вот такие тут месседжи всякие, планшеты, громкоговоритель, фотоаппарат, ракета. Ну, тоже классненькие. И все это богатство стоит всего 600 рублей. У нас такого не найти. И если у вас тоже есть интересные места, где берете вы стикеры, то оставляйте ссылки или вообще просто рекомендации под видео. Но я вам прям рекомендую заглянуть на этот сайт. Я когда увидела вообще его у девчонок, то решила тоже сделать там заказ и попробовать. Я осталась в полном восторге. Давайте перейдем к основной теме моего ролика. Это фотосессии. Вообще я такой человек, что с детства казалась себе некрасивой, казалась себе какой-то нефотогеничной и не любила фотографироваться. Я попробовала себе этот комплекс. Сейчас я вообще абсолютно все в себе люблю. А если что-то и не люблю, то я стараюсь это менять и от этого избавляться. В последнее время у меня было около пяти фотосессий разных. И фотографии я вам буду вставлять по мере того, как я вам буду рассказывать. И ссылки на всех, кто меня фотографировал, обязательно оставлю под видео. Первая фотосессия, и она у меня была в августе, фотографии я получила в свой день рождения, 21 октября. То есть практически два месяца мне их делали. Это фотографии, которые я делала у Владислава Вейс. Там такая качественная обработка. Там был подобран полностью мне образ. Мы все декорации, все выбирали, согласовывали. Я, конечно, согласилась, потому что это просто нереальная фотосессия. Была фотосессия в воде. Я была в образе русалки. Ну, я осталась в восторге. Фотографии очень красиво обработаны. Видно, что они обработаны, но они нереально круто обработаны. По крайней мере, мне понравилось. Ну, может, кому-то не нравится. Мне самой понравилось. И такая фотосессия стоит 2000 рублей. На выходе вы получите всего 15 обработанных фотографий и все. То есть решать сами надо вам это или нет. Если что, группа и контакты вообще все под видео. Вторая фотосессия, собственно, это свадебная фотосессия. У нас был фотограф, мужчина. Я бы не сказала, что у него прям вау фотки. Но я осталась вполне довольна. То есть больше половины, больше даже двух-третьих фотографий мне очень понравилось. Просто мне не понравилось, как я вообще выгляжу. Я на свадьбе очень волновалась. Почему-то... Странно, да, что я сказала? Почему-то... В общем, у меня слезился глаз. И, ну, понятное дело, что там плакала, рыдала. Всех когда обнимала. И в самом-самом начале, когда еще к ЗАГСу только подъехали, у меня почему-то, ну, слезы на глазах появились. И вот один глаз прям не останавливался. И на всех фотографиях он получился какой-то, как у китайца или косой, что ли. Но я вам вставлю парочку фотографий. Мы вот сразу же в день свадьбы, если вы не знали еще, если вы не подписаны на мой канал, то исправляем эту ошибку быстренько. Я уже не раз рассказывала, что мы поехали в путешествие сразу после свадьбы. И вот фотографии мы получили по приезду. Заплатили мы за два часа. Ну, чуть больше там. Ну, за три часа мы заплатили 3000 рублей. Я думаю, что это вообще недорого. И получили около 300, наверное, фотографий. Но ни одна из них не обработана. Собственно, вы сами поняли это по цифре. Я обработать, в принципе, могу сама. Ну, и так как сфотографировано, мне очень нравится. Я уже распечатала очень большое количество фотографий свадебных. И расставила их вообще по дому везде. Мне понравилась вообще в целом фотосессия. И если вам вдруг понадобится фотограф, который нужен не на целый день, ну, либо, в принципе, фотограф, то тоже оставлю контакты. Третья фотосессия, которая у меня была, она была в отпуске в Крыму. Я также по контакту нашла себе около 10 фотографов, которые фотографируют качественно и красиво в Крыму. И потом сопоставляла цены, сопоставляла количество фотографий, условия. В общем, я все сравнивала. И в итоге я выбрала девушку, ссылку на ее тоже оставлю. Зачем я вообще говорю, что я ссылку оставлю? Один раз сказала, что ссылку оставлю, значит, все ссылки внизу. В общем, она нас фотографировала. Мы встретились в одном... Ну, в общем, мы договорились, где мы встретимся. И за фотосессию мы заплатили 6 тысяч рублей. Фотографировались мы в двух разных одеждах. Правда, фотографировались мы всего час. И за час мы получили около 160 фотографий. И 20 или 30 из них были обработаны. Фотографии я получила через 6 дней после дня фотосессии. Мы фотографировались в двух костюмах, как я уже сказала. Первый был свадебный. Это все-таки у нас была свадебная типа фотосессия. И также мы фотографировались в другой одежде. Ну, я там тоже подобрала стиль. Но здесь мы не обговаривали одежду. Здесь мне только дали рекомендации по обуви, что с собой взять, как что сделать. В общем, только такое. Место мы тоже выбрали вместе, но все поменялось в последний момент. Мы вместо фиолента поехали в Новый Свет. Ну, там тоже нам сказали, что это очень живописное. И одно из самых лучших мест для фотосессий, в принципе. Следующая фотосессия, которая у меня была за последнее время, это была фотосессия у моей одногруппницы Юли. И мне она очень понравилась. Она нереально классная. Осенняя я была там шляпой. Я думаю, все, кто подписан на меня в Инстаграм, уже видели. Самая первая все эти фотографии. Юля берет всего 500 рублей, потому что она начинающий фотограф. Ну, для начинающего у нее очень классные фотки. Ну, мне, по крайней мере, понравилось. Все очень ярко, несмотря на то, что погода вокруг нас была просто кошмарная. Мы выбрали день очень холодный, который был. Хотя до этого был солнечный, теплый денечек. Вот мы собрались сфотографироваться, и все было очень темно. И все было очень пасмурно, так некрасиво. Но Юля смогла из этого сделать конфетку, и мне очень понравилось. Фотографии я получила на следующий день. Ну, практически через сутки, в общем, два максимум дня она обрабатывает их. Следующая фотосессия, которая у меня была, я ее сделала у Леры Григоренко. И эта девушка-видеоблогер из моего города. Ссылку на ее канал я вам оставлю. Обязательно оставлю ее контакты, если вдруг вы захотите пофотографироваться у нее. Она себя не позиционирует как фотограф, но у нее очень даже неплохо получается. И обработка у нее очень классная, красивая. Мы, опять же, выбрали какой-то холодный день, а я фотографировалась в летней одежде. И чудом мы с ней не заболели просто. Мы фотографировались в парке у нас в городе. И вот по стоимости, я думаю, что стоит договариваться именно с Лерой. Если вдруг вы захотите фотографироваться у нее. Но я думаю, она возьмет с вас совсем немного, потому что она тоже только начинает. И ей просто нравится заниматься фотографией. Я безумно рада, что я вообще пофотографировалась у Леры. У нее фотографии тоже очень качественные получились. Она выбирала места. И мне вообще нравится, какая у нас получилась фотосессия. Ну и последняя, это совсем недавняя. И я не знаю, еще выложила я уже с нее фотографии или нет. Меня фотографировала фотограф Женя Жукова на тот момент. И сейчас, когда я вам об этом всем рассказываю, я еще не видела фотографии. Вот обработанные, как вот она их делает. Но вообще, в принципе, фотографии, которые мы делали на улице, опять же в холодный день. Я не знаю, почему я попадаю на холодный день. И был снег, падал снег, дул холодный ветер. У меня была вечерняя пара, и я уже устала. Сначала мы фотографировались в помещении, потом мы фотографировались на улице. Я очень устала, у меня болела голова. Мне так хотелось закончить эту фотосессию. И вот фотографии, которые я смотрела, мне очень понравились. Мне так интересно, как она их обработает. В любом случае, я думаю, что я вам их вставлю, если я их получу. Фотографии уже не обрабатываются от недели максимум месяц, потому что она сейчас учится. И, наверное, у нее не так много свободного времени. По стоимости тоже нужно договариваться с ней. Она, я бы не сказала, что она начинающий фотограф, но она все-таки занимается этим давно, наверное. Ну, на сегодня, я думаю, это все. Наболтала опять на 3 часа. Я надеюсь, что вам понравился данный влог на месте. Как я сижу на месте, ничего вам не двигаюсь, не показываю. В общем, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Я вас всех безумно сильно люблю. Желаю вам хорошего настроения, чаще улыбайтесь. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok